Сочи готовится встречать гостей Кубка Конфедерации. Сейчас завершается оформление курорта по новой концепции. В Сочи задержаны фальшивомонетчики. Два местных жителя разменивали поддельные купюры в небольших магазинах. Четверть века на страже Сочи с юбилеем транспортных полицейских поздравил глава города. 150 площадок для счастливого детства. В Сочи стартовала очередная летняя оздоровительная кампания. Кубань защитят товарным знаком. На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге его презентовал губернатор Краснодарского края. Логотип в виде стилизованного подсолнуха разрабатывали столичные специалисты. Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, логотип будут размещать на продукции, которая произведена на территории региона. Кто получит право нанести товарный знак, сделанный на Кубани, решит публичная комиссия. Сейчас разрабатываются критерии отбора. Я думаю, что мы не первый регион, который, еще раз подчеркиваю, старается защитить и сельхозтоваров, производителя, и сельхозпродукцию, продукты питания от любой подделки. И это основная задача, которую мы выполняли при создании товарного знака, сделанного на Кубани. А со стороны власти регламент и условия выдачи знака будут очень прозрачным, очень понятным. И если хотите, это знак доверия со стороны власти к сельхозтоваропроизводителю в том числе. То есть тот, кто будет получать этот знак, он будет гарантирован со стороны органов власти Краснодарского края о том, что товар качественный, товар на самом деле произведенный на Кубани, отвечает всем требованиям и экологической безопасности. Товарный знак, сделанный на Кубани, выведут на рынок в следующем году. Предполагается, что его обладатели также смогут воспользоваться экономическими преференциями. Краснодарский край станет площадкой для съемок российского кино. Такое соглашение Вениамин Кондратьев заключил с Ассоциацией продюсеров и агентством стратегических инициатив. Подписание прошло в рамках Петербургского экономического форума. По мнению главы региона, реализация проекта станет дополнительным стимулом для привлечения на Кубань туристов. Кроме того, это поможет сохранить и нравственную культуру. Я уверен, что соглашение может быть новой историей, вот той страницей, новой историей российской киноиндустрии и кинокультуры. Чтобы снять кино, нужны деньги. Чтобы на самом деле хорошее, великолепное кино, наверное, нужны большие деньги. Но надо понимать, что кино – это часть идеологии. И сегодня, если мы говорим о том, чтобы нация была духовно богатой, то есть духовно сильной, то, конечно, мы должны здесь не экономить. Спасибо огромное за поддержку и за то, что вы всегда откликаетесь на проекты, которые агентство стратегических инициатив вместе с партнерами предлагает. Краснодарский край с его территориально благоприятными климатическими условиями, красивыми пейзажами, красивыми местами. Мне кажется, станет такой плодотворной площадкой, где наши метры будут творить. Документально закрепил сотрудничество Краснодарский край и с Каспийским трубопроводным консорциумом. Подписи в документе поставили Вениамин Кондратьев и гендиректор компании. В развитие социальной сферы края консорциум уже вложил больше миллиарда рублей. Это и капитальный ремонт школ, закупка медицинского оборудования, строительство спортивных площадок. В этом году компания планирует выделить 64 миллиона рублей на покупку автобусов и оборудования для школ в Крымском и Денском районах. Это год-давний исторический партнер нашего региона, безусловно. И еще раз хочу заявить, что я сделаю все, чтобы наше партнерство сохранилось и умножилось. И я рад приветствовать расширение вашей инновационной деятельности в нашем регионе, потому что, еще раз подчеркну, вы интегрированы в реальную жизнь, вы интегрированы в социальные проекты. А значит, мы все вместе сегодня создаем комфорт жизни в Крымском крае. Поэтому я надеюсь, что мы и дальше будем двигаться теми же темпами и достигать еще больших что-то. Для нас очень важен регион. Мы рады, что у нас есть взаимопонимание. А раз есть взаимопонимание, то и наша работа как бизнеса, понятно, что основная задача у нас – получение прибыли. Но, тем не менее, мы не забываем, что мы должны действительно интегрироваться в социальную жизнь края. Кроме того, Николай Горбань заверил, в этом году они закончат реконструкцию здания школы в станице Старомышастовской. Добавлю, что Каспийский трубопроводный консорциум на территории края работает уже около 20 лет. Компания занимается транспортировкой нефти из Казахстана через Новороссийск на мировой рынок. Рината Шипулина, телекомпания ФКТ. Кубань и Нидерланды укрепляют сотрудничество с послом Королевства в России. Встретился Вениамин Кондратьев. Переговоры прошли на площадке Петербургского экономического форума. Как отметил глава Краснодарского края, в регионе сегодня уже работают 26 предприятий с инвестициями из Нидерландов. А в прошлом году с иностранными партнерами был подписан целый ряд соглашений о создании питомника и сада фруктовых деревьев, поставки голландского оборудования. Краснодарский край – аграрный регион с высоким уровнем сельхозпроизводства. И я со своей стороны и мои коллеги хотим создать условия для того, чтобы агропромышленный комплекс развивался более успешно, более стремительно и более эффективно. Нам очень важно сотрудничество с Нидерландами и в животноводстве, и в птицеводстве, и в целом в агропромышленном комплексе. Важно понимать основные механизмы организации агропромышленного комплекса Нидерландов. Вот те точки роста, те опоры, на которых вы опирали, чтобы создать сегодняшний современный агропромышленный комплекс. Безусловно, сейчас самый главный сектор развития экономики Нидерландах – это сельское хозяйство, так же, как и в Краснодарском крае. Поэтому у нас был огромный интерес с вами встретиться и познакомиться. Но Нидерланды – маленькая страна, даже меньше, чем ваш край. Продолжить общение Вениамин Кондратьев предложил на следующем экономическом саммите и пригласил Регину Джон Босс на инвестиционный форум в Сочи. Гольф-клуб построят в Геленджике. Такое соглашение подписали на экономическом форуме, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Вместе с инвестором Вениамин Кондратьев закрепили документ подписями. На российском побережье Черного моря это будет первая гольф-площадка. Геленджик – это один из бриллиантов в короне курортов Краснодарского края. И поэтому нам очень важно, чтобы инфраструктура Геленджика, в том числе и досуговая, развивалась. Два миллиарда инвестиций, которые вы планируете вложить в строительство в Гольф-клуба – это, конечно, очень серьезные инвестиции. И 150 рабочих мест, жители Геленджика, их займут. Это для нас большое дело. Я от себя хочу добавить, что это только даст дальнейший толчок для развития гостиничного бизнеса, инфраструктурного бизнеса. Для того, чтобы можно было именно в межсезонье, весной, осенью и зимой загрузить объекты и загрузить этот курорт. Кроме того, проект предполагает возведение гольф-академии, школы Олимпийского резерва, а также создание базы для сборной страны. А вот под Новороссийском появится новая птицефабрика. Соглашение о ее строительстве подписали на 21-м международном экономическом форуме, там же в Санкт-Петербурге. Новое хозяйство построят в станице Раевской до конца 2019 года. Птицефабрика даст около 400 новых рабочих мест. Стоимость проекта – 500 миллионов рублей. Он будет реализован на базе предприятия «Банкрота». Важно не только создавать и строить новые предприятия, а в том числе возобновлять те предприятия, которые, к сожалению, сейчас не в лучшей финансовой форме. Для Новороссийска, города Портового, промышленного, винодельческого, еще одно производство, вот такое важное, как производство мяса птицы, это стратегически важно. Планируется, что новая птицефабрика будет производить до 12 тысяч тонн мяса в год. А в Сочи готовится встречать гостей Кубка Конфедерации. Оформление курортной столицы в эти дни на завершающем этапе. Концепция была разработана городским департаментом и согласована с Оркомитетом турнира. Согласно проекту, оформлению прежде всего подлежит в целом Олимпийский парк. Все объекты, переходы, станции, автомобильные остановочные пункты – они все уже украшены и готовы к приему гостей. Проделана огромная работа. Ведется также и цветочное оформление на территории Олимпийского парка. Установлены и так называемые малые архитектурные формы. Фигура волка-забиваки появилась на площади перед городской администрацией. Также стоит напротив стадиона Фишт в Олимпийском парке. Уже завтра здесь появится надпись «Россия-2018» с подсветкой в вечернее время. Будет цветовое оформление. У нас оформляется 200 навесных консолей. Они оформлены именно в стилистике Чемпионата мира и Кубка Конфедерации. Будут вокруг Олимпийского парка. Сегодня монтаж и подсветка. Большой объем работы выполнены и оформление города флагами. Значит, сегодня мы вчера, вернее, вечером закончили оформление дорогу на Красную Поляну, трассы все олимпийских объектов. И сегодня вечером мы заканчиваем городскую среду. Разрабатывался и дизайн оформления автобусов. Новых уже можно видеть на городских маршрутах. Машины, которые придут дополнительно на курорт, оформят в ближайшее время. Их разделят по направлениям. Часть будут перевозить люди от определенных объектов до места проведения соревнований, до стадиона Фишт. Часть останется на рейсовых маршрутах. До 12-го числа все работы по оформлению города будут завершены. Программисты всего мира собрались в Сочи. На курорте проходит финал Международной Олимпиады в сфере информационных технологий «АйТи-Планета». Олимпиада «АйТи-Планета» – одно из самых масштабных профессиональных соревнований в области информационных технологий в России. Впервые сильнейшие программисты из бизнес-структуры и образовательных институтов России и стран СНГ собрались в 2007 году в Краснодаре. Спустя 10 лет лучшие айтишники вновь посетили Краснодарский край. Площадкой для финала Олимпиады стал Сочи. Это совершенно замечательно. Это в духе современного времени. Это то, что сегодня востребовано во всем мире. Это то, что сегодня востребовано на многих предприятиях. Это совершенно замечательное будущее для наших студентов. Главная задача такого мероприятия – способствовать повышению качества образования, поддержке талантливой молодежи и повышению кадрового потенциала отрасли. Ведь все задания, которые выполняют участники Олимпиады, разрабатываются непосредственно будущими работодателями. Это позволяет юным специалистам окунуться в атмосферу реальной трудовой деятельности. Кстати, старт Олимпиаде был дан 1 декабря 2016-го онлайн-тестированием всех желающих. Затем прошли творческие конкурсы и практические задания. В итоге среди 17 тысяч участников из 12 стран мира в финал вышли 350 молодых специалистов в айти-сфере из России и стран СНГ. До 5 июня участники финала Олимпиады покажут свои практические навыки в 15 конкурсах по 6 номинациям. Участникам финала необходимо будет решать конкурсные задачи. Кому-то нужно будет защищать свои работы, которые были разработаны в рамках отборочных этапов. Это самые интересные творческие конкурсы. Мы приглашаем всех понаблюдать желающих за тем, как проходит защита. И отдельно хочется отметить, что в рамках финала пройдет конкурс «Робофабрика». Завтра в рамках Олимпиады пройдет образовательный день. Для участников запланированы мастер-классы от ведущих экспертов в айти-сфере. Лекции пройдут до конца дня в Российском международном олимпийском университете. Посетить их могут все желающие. В Сочи задержали подозреваемых в сбыте фальшивых денег. В дежурную часть УВД поступил сигнал из нескольких торговых точек о том, что при пересчете выручки обнаружены сомнительные купюры. Сначала оперативники установили возможную причастность к сбыту фальшивок 20-летнего сочинца, который покупал в различных точках города за фальшивые деньги овощи, пиво, сигареты, после чего был задержан оперативниками отдела экономической безопасности. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что фальшивые деньги ему передал знакомый и попросил разменять. Сотрудниками полиции удалось выйти на след злоумышленников. Был проведен оперативный эксперимент, в ходе которого задокументировано несколько фактов сбыта поддельных денежных знаков. В дальнейшем молодые люди были задержаны. Они являются жителями Сочи, один из которых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ходе проведенного обыска на квартире было обнаружено 150 тысяч рублей с признаками подделки. Предполагаемый организатор сбыта фальшивок ранее неоднократно судимый 44-летний сочинец. Экспертиза установила, что все изъятые купюры поддельные. Задержанные заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. С началом курортного сезона в Сочи начинают торговать зачастую прямо во дворах. Подавляющее большинство таких торговцев налоги не платят. Аналогичная ситуация и со сдачей отдыхающим собственных жилых помещений. Сюда входит как сдача одной комнаты, так и деятельность целых мини-гостиниц. Теперь же тем, кто хочет торговать фруктами или сдавать жилье, придется приобрести патент. Совещание по регулированию мелкорозничной торговли прошло сегодня в администрации города. Качество таких услуг оставляет желать лучшего. Но потребителю очень сложно пожаловаться на некачественный сервис. У него на руках не остается ни одного документа, который бы подтвердил факт оказания услуги. Второй вопрос. Не до поступления в бюджет. Напомню, что индивидуальный предприниматель может выбрать одну из четырех систем налогообложения. Это общий режим, упрощенная система, единый налог на вмененный доход или патент. Наиболее выгодный для предпринимателя упрощенка и патент. А для города оптимальный вариант исключительно патент, поскольку отчисление от него полностью подсчитывает. Выступают в местный бюджет. Мини-гостиницы, конечно, лучше будут, если будут брать патент на определенное время. Это четко понятно, сколько нужно заплатить налогов. Это понятно для предпринимателям, куда нужно платить и зачем. Ну и город может системно определить, что получит столько-то денег, что это будут доходы и может их потратить на социальные свои нужды. Ну а третий момент – это безопасность. Сведения о людях, проживающих в незарегистрированных мини-отелях, никому неизвестны. То есть соседями могут стать как мелкие заезжие преступники, так и потенциальные террористы и экстремисты. Поэтому все средства размещения, отметили на совещании, обязаны выйти из тени. Иначе грозят не только штрафы, но и уголовные статьи. Четверть века на страже Сочинского региона. Сочинское линейное управление МВД на транспорте сегодня отмечает 25-летие создания службы на курорте. В честь праздника десятки сотрудников получили очередные специальные звания и поздравительные адреса от главы города. 400 сотрудников и 400 километров подведомственной территории. Транспортным полицейским доверена особая работа. Они обеспечивают безопасность и охраняют общественный порядок на сухопутных, водных и воздушных магистралях нашего города. Сегодня в честь 25-летия в городском подразделении состоялся торжественный праздник. Отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты, а также очередные звания. Важную роль транспортных полицейских отметил и Анатолий Пахомов. И сегодня, когда город Сочи стал местом проведения всех общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий России, это, конечно, всем нам почетно, но какая огромная ответственность ложится на плечи всех правоохранительных органов, и в частности это касается, конечно, вас, как людей, которые понимают, что стоит за нашими спинами. За нашими спинами стоит Родина и ее авторитет. В Сочинском линейном управлении на транспорте немало сотрудников, которые свой долг перед Родиной выполняют именно в этом подразделении. А вот майор полиции Кадир Мамедов и вовсе служит здесь все 25 лет. Мы, естественно, имеем дело с пассажирами. В этом и заключается сложность нашей работы в том, что контингент не постоянен. Цель у нас одна – как бы постоянное выполнение своих обязанностей, обеспечение безопасности. На данный момент столько лет я прослужил. Ну, я считаю, чего мог, того добился. Поэтому остается только ежедневно выполнять свои обязанности и все. А как бы титул и звание придут сами. Сочинский коллектив лучший. И это отмечают на самых разных уровнях. Главный секрет – это сплоченность, подчеркивает руководитель подразделения. Самое главное наше достижение – это зимние Олимпийские игры. Мы являемся Олимпийским подразделением. Поэтому хотелось бы поздравить еще раз, поблагодарить личный состав Сочинского линейного управления за ту службу, которую они проводят по обеспечению охраны общественного порядка Сочинского транспортного региона. Впереди масса работы. Сочи готовится принять Кубок Конфедерации. А это миллионы гостей, которые прибудут на курорт как через морские, так и воздушные ворота города. У многих в приоритете поезда. И каждого из туристов в первую очередь встретят они – транспортные полицейские. Рината Шипулина, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи отметили лучших кадровиков, специалистов, без которых не обходится ни одно предприятие. Тематический круглый стол, приуроченный к профессиональному празднику сотрудников кадровой службы, проходит в Центре занятости ежегодно. Здесь подводят итоги, обсуждают актуальные рабочие вопросы и уточняют последние изменения в трудовом законодательстве. По традиции в этот день отмечают и лучших специалистов, которые вовремя предоставляют отчеты и активно участвуют в программах по занятости населения. В этом году благодарственные письма за качественную организацию кадровой службы получили 15 специалистов, представляющих государственные и коммерческие предприятия. В их числе и начальник отдела кадров нашей телекомпании Татьяна Воронкина. В каждой организации есть отдел кадров и в нашем муниципалитете нам очень повезло, что мы сталкиваемся с профессионалами с большой буквы. Настолько ответственно подходят к выполнению наших мероприятий, программ, настолько четко отрабатывают, ответственные. Несколько тонн мусора. Таков итог очередного субботника, который сотрудники Сочи Водоканала провели сегодня. А масштабную уборку территории организовали в рамках акции «Чистая вода Евразийского». Тему продолжит Ольга Десятого. Улица Краснодонская. Сюда, в район пешеходного моста через реку Сочи, сегодня высадился экологический десант. Вооруженные специнструментом, перчатками и мусорными мешками сотрудники Сочи Водоканала принялись за масштабную уборку. Фронт работ берег реки Сочи. Субботник сотрудники Водоканала уже второй год подряд проводят в рамках акции «Чистая вода Евразийского». 2017 год у нас объявлен президентом Годом экологии. Поэтому такие акции в Год экологии – это именно то направление, которое нам задал президент. Мы в рамках своей акции приглашаем всех желающих принимать участие ежемесячно. Сочи Водоканал за счет собственных средств обеспечит и мешками для сбора мусора, и перчатками, и всем необходимым снаряжением, оборудованием и транспортом для вывоза. Здесь, в кустах, как оказалось, немало мусора. В первую очередь, бытового. Его, по всей видимости, сюда выбрасывают местные жители, которые переходят реку через вот этот мост. Но в субботнике они участия не приняли, так же, как и экологическая общественность курорта. А вот сотрудники Кубани Нерго и молодые депутаты городского собрания Сочи приглашение приняли с удовольствием. В итоге к уборке присоединились около 50 человек. Во-первых, мы выходим коллективом. Нам очень радостно. Мы каждый день работаем с водой. Поэтому нам важно, чтобы город был чистый, ухоженный, облагороженный. Поэтому мы весело выходим и работаем. В прошлом году Сочи Водоканал провел 8 таких субботников на четырех реках – Хирота, Сочи, Псизуапсе и Западный Догомыс. На некоторых из них стоят водозаборы предприятия. В итоге было вывезено более 100 тонн мусора. Подобную генеральную уборку в зеленых уголках курорта сотрудники компании в этом году будут проводить каждый месяц. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С 1 июня в Сочи стартовала очередная летняя оздоровительная кампания для детей. Главная задача – предоставить юным горожанам полноценный и организованный отдых. Накануне глава города побывал на открытии сразу двух тематических детских площадок, которые войдут в число полутора сотен объектов, где в эти летние каникулы дети смогут проводить свой досуг. Предыдущее лето было организовано таким образом, чтобы все сочинские дети были вовлечены в культурно-досуговую программу. В этом году проект продолжился. Это значит, что каждый ребенок сможет воспользоваться несколькими предложениями и провести лето в турпоходах, в летних лагерях или на тематических площадках. Одна из таких открылась дружеским турниром детских спортивных команд на улице Кубанская в районе Виллы Вера. Турнир объявляется открытым. А это уже площадка на улице Горького. Здесь также все лето, вплоть до 31 августа, будут работать волонтеры, аниматоры, откроются детские спортивные секции. Они должны заниматься, организация здесь на этих площадках, спортивных мероприятий, соревнований спортивных, также культурных мероприятий, концертов. То есть они должны быть заняты, чтобы было интересно. И самое главное, чтобы дети не принадлежали улице, а принадлежали спорту, принадлежали культуре, то есть были задействованы. И как показывает успешный опыт предыдущих лет, открытие летних оздоровительных площадок дети ждут с нетерпением. Наконец-то увидела друзей, которых давно не видел. Вот, наконец-то вот уже вместе поиграли. Ну, мне нравится. В прошлые разы летом были классные аниматоры, и они устраивали интересные игры. Такая инициатива по душе и самим родителям. Все летние каникулы, каждый из них может быть спокоен за своего ребенка. Идея замечательная. Мне кажется, для ребятишек это самое главное. Ну и нам, как родителям, тоже очень интересно и приятно. Дети заняты, детям интересно, дети увлекаются спортом. Проект «Площадка нашего двора» будет работать почти в каждом микрорайоне. Таких объектов этим летом предусмотрено 145. Ольга Десятова, телекомпания «ФКТ». Сегодня на Центральном стадионе прыгали в высоту и длину. Бегали на различные дистанции юноши и девушки. В первенстве города по легкой атлетике приняло участие более 200 воспитанников спортивных школ. На Центральном стадионе представители двух сочинских спортивных школ детско-юношеской спортшколы номер один и спортшколы Олимпийского резерва номер один, которую поддерживает на протяжении многих лет депутат городского собрания Сочи Геннадий Глазырин. Сегодня он побывал на соревнованиях и остался доволен уровнем подготовки юных легкоатлетов. Это позволяет детям участвовать в спорте, развиваться, заниматься спортом, достигать определенных результатов, что очень и очень важно в городе. Главное – заниматься полезным делом. И я вот с 2010 года поддерживаю эту школу, уже 2007 год. Считаю, что очень важно и очень нужно для города. У нас всего две школы, которые занимаются легкой атлетикой. А спорт массовый, а спорт нужный, а спорт очень важный. Алина Кузякина на таких дорожках бегает уже два с половиной года. Собирается добежать до значимых результатов в спорте, но не всегда, говорит, все зависит только от физической подготовки спортсмена. Обычно, когда дождь, очень тяжело бежится. Ноги очень забиваются прям. А так очень хорошо. Солнце. Хорошим примером обычно становится товарищ по команде. Соченко, воспитанница спортшколы Олимпийского резерва номер один Екатерина Афледи, сегодня не участвовала в городских соревнованиях. Завтра она уезжает в составе сборной края на чемпионат Южного федерального округа. Там, получается, я буду участвовать не только за свою спортивную школу, но и за сборную края. То есть я сейчас нахожусь в сборной края. И соревнования будут в Майкопе проходить, и я буду бежать 100 метров с барьерами. Все поездки, приобретение спортивной формы нам помогает. Геннадий Михайлович Глазырин, который выделяет из своего фонда нам недостающие финансовые средства, чтобы мы могли благополучно съездить на соревнования, приобрести красивую форму, которую спортсмены достойны носить. Поддержка юных сочинских спортсменов со стороны депутатов городского собрания Сочи очень важна, поскольку только так можно выйти на более высокий уровень подготовки, показывая свои результаты не только в нашем городе, но и на всероссийских и даже международных турнирах. Елена Овсевс, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И в завершении информация от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм, оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Спасибо за внимание.